Привет всем любителям пошаговых стратегий, вы слышите и видите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет, и смотрите продолжение партии за Японию на последнем уровне сложности, на божестве. Все подробности этой партии, чё мы тут делаем, почему мы так играем, и даже сейв первого хода вы можете найти в первой серии. Ссылка на весь плейлист, где есть и первая серия, в описании и в прикреплённом комментарии, переходите туда, смотрите с самого начала. Спонсоры канала, кстати, все серии видят сразу, большое спасибо им за поддержку. Всё, вступительное слово закончено, давайте продолжать. Так, у нас перед концом прошлой серии была идея засоюзить ФЕС, чтобы... Ну и купить миссионера, чтобы получать науку таким образом. Я думаю, что это и надо воплощать. Плюс, вот тут нам надо всякие предприятия ещё строить на чае, тут на вине. Ну, на чае, наверное, прямо здесь и поставлю. Или здесь лучше, чтобы... Ну, они одинаковые абсолютно клетки. Просто думаю, где лучше, чтобы не разграбили. Может, всё-таки лучше сюда, но когда-нибудь тут же город появится. Кстати, а что вот это... А что вот этот жёлтенький... Это жёлтенькая звёздочка, значит, кстати, без понятия. Просто у некоторых оно есть, потом пропадает. Вот тут опять появилось. Кстати, вот не было, не дал, опять появилось. Так, по... По беремене мало урона нанесут, поэтому не буду трогать. Пока. Тут как появится лян, я тут, наверное, за веру куплю рабочего. Так, тут я хочу вот... Блин, или можно всё-таки здесь поставить? Всё-таки я здесь не убрал лес, и тут покруче выхлоп. Ладно, сюда пойду лучше. А здесь я решил тут ставить. Так, это, по-моему, 15%, да. Так что тут надо побыстрее... 15% науки имею в виду. Тут надо побыстрее кампус всё-таки сделать. Камень тут надо будет убирать. Наверное, вот этим рабочим, как поставлю предприятие, пойду сюда камень вырубать. У Конга претензии? А, Конга объявила войну Кореи нашему другу. Ну, пофигу. Корею там, походу, вообще пилят, конечно. Так, пока ещё неизвестно, сколько ходов до конца эпохи. Так, тут, конечно, Везувий мне тоже зашибись делает. Так, а Везувий, он чисто плюс производства и обогащает очень сильно клеткой. Вообще, я бы сюда тоже какой-нибудь город поставил. И тут, конечно, тоже ГГшка появится. Я могу... Ага, в вершах мне может мрамор продать. Куплю. Так, и ему могу вино. Ну, ещё нет. 16 вход. Так, а стратегические ресурсы? Нет, это дёшево. Хотя, 8 лошадей за 3 вход. А железо... Вот железо дёшево. Лошади, наверное, продам. Корея, тем более. Именно Кореи продам, потому что на неё с двух сторон нападают там. Так, а открытые границы мы можем с тобой? Отлично. Делегацию, наверное, пока не буду отправлять. Конечно, 15 монет стоит, но... Жалко. Туда прыгну через речку потом. Так, здесь мы, значит... Не пытаемся захватывать... А тут что, холм? Блин, холм. Не туда пошёл. Так, давайте тогда, наверное, так. Так. Там полечится, а этим будем лучниками заниматься. Чисто прокачиваем юниты. И там, надеюсь, что ГГшка появится. Так. Миссионера надо купить. Соточка следующим ходом. Так. И тут мы растём до 7. На рост, наверное, ещё водяную... Блин, водяную мельницу жалко 4 хода строить. Если бы тут что-то было для... А, хотя бы, подождите, у нас есть мир пшеницы. Да, надо водяную мельницу построить. И сколько стоит следующее поселение? 485. Но у меня 130 в ход. Нормально. Восоке недостаточно жилья. Ну, в принципе, пока мне всё нравится. Ученичество. Скоро надо обрезать и научить ученичество. Надо прокачать. Краммаха-ботхи. Просто, ну... Соседство для... Священных мест я не буду ставить. Создание строителей. Нам бы и строителей бы построить бы. Копьё Фина. Может, тут подождать пока город. Ну, я думаю, тут не должны появиться варвары. По идее. Вообще, мне бы этого скаута где-то тут держать. Когда я смогу через океан плавать. Просто отправить его тоже. Нельзя пока мне с этими кораблями разбираться. Может, мне купить. Блин, ну сейчас пока деньги на поселенцев нужны. Ну, я пока просто постою здесь этим скаутом. Так, этими лечимся. Лечимся. Блин, у стрелок-разведчик не очень. Тему тут появился. Потому что он мне может сейчас атаковать лучника. Так, а что вообще по армии у них? 432-415 у Конга и Персии. 148 у Кореи. Блин, ну пока там хотя бы стены есть. Мне бы не хотелось, чтобы Корею прям выносили. Чего бы не хотелось, чтобы хоть кого-то выносили. Так, три посла. Ну, мы пока держим, как я и сказал. Как начнем распространять религию, тогда имеет смысл без за союз. Сначала вот Синдай и Киото, как самые большие. То есть они должны дать там 50-60 где-то науки за ход. Опять недостаточно жилья здесь. Кстати, вот где-то здесь нам либо здесь, либо здесь надо строить Темпло-майор. Что у меня озеро? Жалко, что Охотское море. Море, а не озеро. Хм. Тут абсолютно одинаково будет что здесь, что здесь. То есть либо на этой клетке, либо на этой. Я, наверное, даже отмечу на всякий случай себе на будущее. Что тут Темпло-майор неплохо будет. Видите? Плюс одно довольство от развлечения за каждую клетку озера в пределах одной клетки от Темпло-майор. То есть что там будет плюс три довольства, что там плюс три довольства. А потом плюс пища и производство за каждую клетку озера в Империи. То есть каждая клетка в озере тут еще пищу и производство начнет давать. А так как у меня два таких неплохих озера, то вообще Темпло-майор мастхэв мне. Ну я оставлю карточку, я сейчас построю гавани. Возможно начну... Блин, может в Токио еще все-таки 6 ходов, да? Не, надо водяную мельницу, а потом рабочего. Потом рабочего. Как-то так. Как раз 3-3 будет. Ну и куда дальше? Военная подготовка в наемнике. Наверное, оборонительный такс, нам войну вряд ли сейчас кто-то объявит. 20% культуры. Да, надо будет где-то здесь театралочку делать. Пока тут плюс 20% мало от чего. Жалко, кстати, что предприятие убирает пантеон. Я понимаю, что пантеон от плантаций, но согласитесь, предприятие это и плантация тоже, по идее, должна быть. Она, получается, тут плантацию просто убирает. Ну вот, видите, атакуют моего лучника. Так, ученичество надо отложить. Должно убивать, по идее. Ну, как вы понимаете, не грабим. Я чисто тут юниты качаю на этой фигне. Так, тут на камень идем. Еще надо рабочих побольше. А, с другой стороны, тут надо пока маяки построить, чтобы... Блин, 12 ходов. А, знаете что, строителей давайте, потому что... У меня карточка стоит. 6 ходов строителей везде, это нормально. А потом маяки сделаем. Так, пока... Пока подходим. Все еще не союжу в Пес, потому что... Не обращаю. Снимать какую картографию ускорил. Прямо две галеры, конечно, надо... Надо открыть оборонительную тактику и поставить карточку на галеры, да? Вместо воинской повинности. Город поставлю тут. Тут зооки тоже надо будет строить. О, 10 ходов осталось. Так, мне за 10 ходов надо... 7 очков. Ну, галера даст, по-моему, 3 очка, как минимум. Какие-то там великие люди. Вот, адмирал... Я первый, кстати, гавань построил. Не хочу убирать лагерь. Хочу, чтобы город остался. Даже на деньги, наверное, грабить не буду уже лагерь. Потому что он уменьшает скорость роста. Зачем нам это? Так, я могу уже посело купить. Следующий 540. Ну, мне должно еще накопиться. Блин, даже не знаю, куда этого скаута отправлять. Все исследовано. Вот, тут строитель 2. Верну давайте, наверное, строителя. Лян заняла должность. Ну, наверное, сюда... Так, где у нас хом будет? Вот тут появляются юниты и атакуют скаута. О, все. Можно в Пес союзить. Не будет преобладающей религии. Да ладно. Блин. Это тяжеловато будет, да, распространять религию. Мне бы, конечно, этот лагерь разграбить. Но проблема, что я встану... Убью, например, встану туда лучником. И по дреляму мне убьют лучника. Очень не хочется. На диршах Зевса построил. Так, а строительство мы чем ускорили? Водяной мельницей. Правильно. Так, тут город. Может, отвлечется пару квадрилем, например. Надо все-таки... Надо все-таки подводить скаута. Попробуем скаутом забрать эту... Блин, там еще и джунгли. Он за три входа не встанет, блин. Так. Давайте сюда. Все-таки немножко разрежено поставлю города. Так, строителя, да? Давайте, может, я все-таки камень здесь вырублю на маяк. Он не достроится, конечно, но... Хоть быстрее будет делаться. Дальше строителя продолжим. Не увидел, сколько мне науки дали. Но должны, по идее, были дать... 13 на 4... 52. Блин, мне еще ученичество надо ускорить. Тут один заряд. Надо, видимо, здесь рудник сделать. Надо, видимо, здесь рудник сделать. Так, много всего продавать можно. Слушайте, ну, по-хорошему нам еще здесь город поставить. Где-то здесь. Наверное, как-нибудь рекомендуют. И здесь, и... Не знаю, и все. Ну, может быть, еще здесь, где-то вот на границе тундры. Так, перс еще и с Америкой воюет. Что-то как-то они друг к дружке не очень все. Так, подождите, а что, янтаря у меня два? Почему... Откуда вот у меня еще янтарь? Никак не увидеть. Осакогор... А, Фес дает янтарь. Вот я бы янтарь не продавал. Потому что Фес перестанет быть, например, союзником. И что делать? Хотя, с другой стороны, у меня... Не, плюс три. Плюс три. То есть, если бы было плюс пять, я бы еще подумал. А так? У них купить нечего. Так, давайте мы уберем все-таки янтарь. Предложение. Блин. 32 входа. А с янтарем он 64 вход предлагает. А, 47. Нет, все-таки уберем. Уберем. Стоп, подождите. Еще вопрос по мехам. И меха Фес мне дает. Блин. Ладно. Мне деньги важнее сейчас. Потому что надо покупать посереду. Так что я реально на все соглашусь. Только давайте как-то сделаем... Не все, например, персу продавать. Давай. Так. Так сделаем. Меха персу. Корейцу. Цитрусовая. Янтарь. Янтарь. Зингом банди. Хотя, конечно, 16 вход покруче. 160 это... 320... 480, да, в итоге будет. Черт. Ладно, давайте согласимся к персу. Ну, он больше дает. Предлагаю обмениться не только землей, но и мыслями, золотом и другими благами. Ну, давай обмениваться другими. Почему я гавани строю, потому... Да ладно. Потому что способность цивилизации моей... Вот эти караваны, которые больше дают. И надо караваны в столицу отправлять, чтобы... Так, тут я хотел поменять на строительство морских юнитов. Так, можно, наверное, и пингалу уже. Только пока... Хочется Кати Магнуса пересадить куда-нибудь сюда поближе. Может, реально так сколько там ходов еще? Семь. Вон, пять ходов будет перемещаться. Давайте, наверное, в Киото Магнуса пересадим. И наймем пингалу в Токио. То есть, я успею еще купить. А главное сейчас деньги не тратить. Да, что-то слабенько синтоизм распространяется. Четырнадцать восемь ходов. Блин, надо держать ФЕС в союзниках. Давайте я прям добью. Это же не обязательно, когда миссионерами обращается. А, с помощью религиозного юнита. Блин, именно с помощью религиозного юнита. Мы, наверное, не будем заключать дружбу с Кореей. Чтобы там другие не расстраивались по этому поводу. Да, не хватает хода, чтобы туда влезть. Так, и мне нужен рудник где-нибудь. Так, крылья кученичества. Откуда нужно еще очки эпохи взять? Галера. Очки эпохи. Конь. Очки эпохи. Да, должны мы тут вроде в золотой век-то выходить. Так, этот камень тоже соберем. Блин, хотя тут Магнусона надо дождаться собирать. Если я уже пересадил, то... Блин. И на кампус его так пахнуть, да? А, да, тут еще рудник строить. Не могу начать маяк строить из-за... Ладно, давайте, раз мы там... Подождите, это же в открытое море, да? Давайте галеру здесь. Дальше тут мы пойдем. Но иметь ничего не хочу, поэтому... Давайте просто пока открывать. Так, тут в образовании... Универы очень сильно не помешают. Ауч. Уходим. Вон он, Мадол встретил. Гавань разграблена. Ну, конечно. Я думаю, мне надо пожертвовать скаута и разграбить лагерь. Так что, у меня скаутов 4 штуки. Этот лагерь будет спамить морских юнитов постоянно. Зачем нам это надо? Так, я могу еще предприятие на цитрусовых поставить, я так понимаю. Ну, и, собственно, это только в такосаке можно сделать. Тогда, наверное, этим рабочим. А, и, кроме того, я могу на янтаре поставить, по идее. Да, отлично. Очень хорошо. Очень хорошо. Большими потерями среди населения сопровождается факт. Вот это, кстати, плохо. Ну, то есть, вот эти клетки у меня обрабатываются, но из-за извержения жители будут страдать. Давайте еще рудник, наверное. Ну, хочется эти рыбы, правда, обработать. Может, подождать или собрать их? Нет, их надо обработать. Подождем галеру с варварами разобрать. Да, блин, что-то... Вы воюете между собой, так у вас еще и варвары здесь везде практически. Гавань. Время строительства гаваней. Ну, вроде пока неплохо иду. Что по науке, что по культуре. Вы видите, уже. Галера плюс два. Так. Пять ходов и не хватает четыре очка. Блин, а тут две этих. Ладно. Убьют. Убьют. Ну, все, у меня одно очко, это, соответственно, лошадь любая и все. Может, мы еще кого встретим, знаете, не буду торопиться. Руинку, может, какую найдем. Проатакую чисто скаута, чтобы прокачать. Ну, блин, я, наверное, еще галеру построил прям в ногое. Куда-то там больно бьют нас. Куда надо пролезть. В ногое и так все на производство. Кокосаки производство. Шесть ферм феодализм. Кстати, вообще-то уже фермы. Блин, надо как-то... Нет, выжил, ты смотри. Ты смотри. Даже, даже спасу его. Надо где-то фермы реально поставить. Вообще, надо решить, где у нас ромашка в итоге будет. Блин, не купил опять. А, да, все правильно. Я же пересаживаю магнуса. Да-да-да. Не трогаем. Надо решить в итоге, где у нас ромашка будет. Наверное, надо как-то вот с этими. Где-то вот здесь. Какая-нибудь вот сюда. Судостроение ускорили. Вот, наверное, его... Не, давай сначала образование откроем. Потом судостроение. Кстати, колосс было бы неплохо построить. Здание военных юнитов. Предприятие на цитрусовых. Слушайте, а Везувий... Интересно, морские юниты может... Поранить. Почему хочу рыбу? Потому что пища... Тьфу, жилье добавляется, чтобы город рос. А нам тут много надо жителей, потому что они будут умирать периодически, как Везувий будет извергаться. Так, что ж с этим... С этими рабочими делать. Так, я тут жду, когда Магнус... Высадится, чтобы собрать камень. На кампус причем. Давайте я его в очередь поставлю. На будущее. Так, ну в Синдае... Маяк и вырубаем лес. Да, блин. Дайте пройти. Так, ремонт гавани. Четыре хода. Все еще... Одну очко, да? Давайте подумаем еще на чем. Ну, пока только лошади мне приходят на ум. Тупо всадника сделать. Больше, по-моему, мы тут ни на чем не можем заработать. Можно там было бы перекупить какую-нибудь ГГшку, но у нас послов на это нету. Так что... Еще мега-извержение. Минус два жителя, как видите. Но зато плюс еда и плюс наука. Ну, шо поделать. Ну, судя по тому, что здесь не ранена галера, то в Везувии никак не действует. А, есть. Я просто смотрю, что здесь есть бонус за атаку фланга, а тут не было написано. Просто там было спрятано на следующей странице. Думаю, странно, почему нету бонуса за атаку с фланга. Ну, не должны они брать. Беремый сильный юнит, но он, по-моему, сильный именно с... Флотоводцем. Повышенная боевая мощь. Нет. Защищает от разграбления. Ну, это пофигу. Просто повышенная боевая мощь и очки перемещения. Ну, хорошо, она сколько повышена по сравнению с галерой? 35, а у галеры 3. Ну, на плюс 5. Ну, не так страшно. Скажите, а почему я думал, что они как-то... Может, у... Уникальность заменяет галеру. Повышенная боевая мощь и очки перемещения. Может, у финики просто флотоводцы как-то сами по себе... Нет. Странно. Так, тут надо что-то решить с районами. Ну, тут сначала маяк строю, но... Этот... Кампус мы сюда ставим. Соответственно, ромашку я решил здесь делать, да? Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь, либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров жевжиков-патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция суперспасибо где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Какие районы тут вокруг этого делать? Ну, тут явно, скорее всего, будет... Куда-то сюда кампус. Сюда промышленная зона. Это вот для Иокогамы. Здесь гавань, походу, сюда будет. Соответственно... Блин, но кампус с ромашкой-то... Плюс 3 будет, а рядом с гаванью плюс 2. Это только восоке. Блин, может и восоке? Нет, восоке хочется все-таки здесь. Тут оставим на, не знаю, какую-нибудь театралку, предположим. Ну, тоже промышленную зону. Понятно, что где-то здесь надо делать. Наверное, как-то так сделаем. Тут, кстати... Ну, тут я хотел, я думал, может быть, тут сюда Мачу-Пикчу еще попробовать. Если Мачу-Пикчу у нас там встанет, то театралка рядом с ней надо делать. Блин, где Мачу-Пикчу-то? То вот тут театралка будет на плюс 4, что ли? Пишет плюс 2. Но это не так, потому что само Мачу-Пикчу еще дает... Я только не помню. Наверное, плюс 1. Раз плюс 1, значит, будет плюс 3 театралка. Тогда, в принципе, там без разницы, что там, что... Так, где Мачу-Пикчу-то? Блин, я забыл уже, где Мачу-Пикчу. Даже в техах или в... В СССР. По-моему, в социальных политиках было. Ну, блин. Мне здесь не ищется. В инженерном деле. Точно. Получает стандартный бонус за соседство с клетками города. Значит, плюс 1, да. То есть, плюс 3 тут будет. Плюс 3. То есть, на самом деле, без разницы, что тут, что тут ставить. Ну, что, какой мы еще район можем в ромашку из Токио добавить? Никакой. Потому что промышленная зона у нас здесь круче. Нам реально... Пофигу. А Мачу-Пикчу мы еще и построить, может быть, не сможем. Поэтому нам реально сюда надо. Больше плюс 4 она вообще дает. Ну, и в Тагасаки, наверное, опять же, сюда кампус, а сюда промышленную зону. Блин, а может, наоборот, поменять местами? И тут то же самое. Не, мне кажется... Смотрите, мы с... С кампусов. Главное будем брать с... С зданий в них. Хотя, с другой стороны, если они будут на плюс 4, то мы рационализм сможем. Блин, сложно решить. Ладно, давайте, наверное, все-таки так. Все-таки так. Нам тогда рационализм должен много давать. Если мы таким образом разместим... Так, пошли-ка янтарь обрабатывать. Чтобы у нас его кто-нибудь купил. И мы еще денежку заработали. Так, один ход и ждем Магнуса. Вот я их, собственно, расставлял, исходя из того, надо ли мне здесь... Рудник строить. Так, амбар завершен. Давайте галеру. Хочет рассмотреть предложение, что там. А, он еще хочет мне... Не, а я лучшим вот этой продам. Так, прихода. Ну, я за два хода куплю два поселенца. Как раз вот здесь у меня сюда-сюда. Расставить будет. Есть образование. Два хода. Давайте я здесь куплю лошадь. Вот так выйду. Лошадь. 36 защита. О, это уже помощнее. Так, и обстреляем. Стреляем. Берему. Так, тут Магнус приехал. Покупаем поселенца. Меняем на кампус. Срубаем камень. Возвращаем обратно маяк строительства. Так, тут все стоит нормально. Здесь пойдем, наверное, овечек вот этих соберем. Так, тут медь соберем. Здесь лечимся. Лечимся. В Нагое маяк. Паводки не у нас. Губернатор прибыл. Губернатор прибыл. Так, сколько еще будет стоить? 595. Ну, зашибись. Я еще даже, наверное, смогу рабочего в Сидзуоке купить, кстати. Тебя не легче прогуляться с тем, кто уважает справедливость? Конечно. Тру. Трустори. Ауч. А, слушайте, он убился. Одна берема убилась об меня, и вторая атакует. Блин. Хорошо, что мы тут коня купили. Так, Токио растет, но медленно. Есть гавань. Дальше маяк. Куда встану? Так, этого, наверное, сюда сначала, поскольку она не рекомендует игра, чтобы выкупить меха, чтобы этой ГГшке не досталось, когда она появится. Так, Киота на производство, больше торговых путей, но это мы в Синдайе, собственно, будем строить торговца. Так, покупаем здесь еще поселенца. Янтарь можно продать. Ну, Корее. Чтобы ее там не убили окончательно. Хотя там Америка захватывает города у Перса. Ну, кстати, судя по очкам, территория больше у Перса, чем у Америки. Хотя Америка вон по науке неплохо идет. Так, мы все, наверное, туда рудники делать, когда вот тут мы соберем. Так, а давайте уже, наверное... Смотрите, сколько у нас ходов осталось? Один, да. Следующим ходом закончится. Давайте тут покупать рабочего. Веру копим на миссионера. У нас все еще ФЕС в наших союзниках. Будем с его помощью науку получать. Блин, феодализм открываем. Ну, я бы вряд ли... Слушайте, что-то как-то больно по всему. Не, не должен взять, не должен. Золотой век Средневековья. Два подряд века золотых. Так, поставить ли... Два действия больше? Давайте, наверное, поставлю. Ну, и, в принципе, раз мы вышли в Средневековье и в Золотой век, хорошая отметочка завершить серию. Спасибо, что смотрите. Не забудьте поставить, пожалуйста, лайк и написать какой-нибудь комментарий о том, что происходит в игре. Ну, а если очень понравилось, то можно какой-нибудь и донатик кинуть. Все реквизиты в описании, в прикрепленном комментарии. Спонсоры канала уже продолжение могут поискать в плейлисте. Для всех остальных оно выйдет завтра. Играйте в умные игры. Слава Украине, живи Беларусь. Всем пока. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка. Возможно, суперспасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.